всем привет вы на канале пользы нет life меня зовут сани и здесь только супер быстро обзоры и долгие стримы и сегодня вопреки всему несмотря на что вы видите обзор на девайс под названием его айку 11 с это что-то между вивайку 11 и айку 11 про одним кадром в течение 10 минут я вам расскажу что я думаю да в этом смартфоне сейчас я несу смартфон в одной руке вот сейчас я встал съемка ведется на основной сенсор это 886 sony если я правильно помню опять же ничего не записываю этот как раз обзор имеет какую-то весомую роль в очереди обзоров на любой из моих девайсов которые мне нравятся с той точки зрения что вы услышите что я запомнил об этом девайсе за то время что его тестировал чем он мне понравился или чем не понравился и насколько хорошо снимает он разумеется если файл будет меньше 4 гигабайт я залью его в телеграм-канал свой лично если будет меньше то скорее всего не буду заливать но напишу вам объем в описании к данному ролику вы сможете увидеть чем хорош данный тест смотрите если вы ведете какие-нибудь интервью если вы пытаетесь записать не знаю какой-нибудь праздник еще что-то вы можете совершенно свободно оцените насколько хорошо этот девайс отрабатывает почему потому что допустим с ультра ширика снимать но это беда это бесполезная трата времени и денег если это не samsung и не яблоко то по большому счету картинка будет не очень если говорить о допустим фронталки то же самое если это не samsung и не яблоко все это довольно бесполезно я бы сказал что единственный вариант на что вы можете снимать это на основной сенсор как раз основной сенсор здесь супер мега крутой его как раз апгрейдили относительно айку 11 по большому счету здесь максимально крутой процессор здесь максимально крутая внутреннюю память то есть он выбивает у нас максималки больше одного миллиона шести сотен тысяч баллов в antutu если брать про максималку на моем аппарате один миллион пятьсот пятьдесят потому что у меня оперативки непредельно предельное количество здесь даже не смотрел мне кажется 24 они обещали 16 я видел в продаже наверное 16 все-таки в продаже если говорить о первую очередь что вы можете сделать чтобы помочь проекту это подписаться написать команд в комментах чтобы вы еще хотели увидеть обзор на обзор не забудьте кстати поставить лайк данному ролику и разумеется не забудьте подписаться на телегу скидок потому что там я и проверяю интересно людям 10 минутный подобный ролик или нет разумеется на этот девайс будет завтра обзор возможно для вас уже сегодня или вчера или позже вчера полноценный вчера был прогон его на твиче запись уже на лайв канале можете посмотреть у него не очень микрофоны отрабатывали но там я скажем так специально так сделал чтобы чувствительность плеча была пониже что потом не вырезать вот смотрите если говорить о о съемке с основного сенсора вот они 4к 60 fps максимум x10 я сейчас увеличу для вас здание храм чтобы вы могли прикинуть как он может снимать и повешу смарт на штатив почему потому что вроде бы опять же без стабилизатора вроде бы все хорошо и можно снимать без него но все-таки нет если говорить о том чем я буду сравнивать данный смарт это с айфоном почему потому что когда я данный смартфон начал сравнить тестировать мне показалось что здесь просто супер волшебный автофокус здесь фактически отсутствуют какие-то не знаю недостатки из разряда резкой резкого перехода фронталка до фронталка здесь печально основной сенсор мне очень понравился с другой стороны когда начал его сравнивать я вам скажу честно к сожалению он сливает по полной программе яблоко в основном обзоре вы увидите потому что я сам чуть ли не подумал что вау ничего себе а потом просто взял яблочное устройство которое уже довольно побито поцарапанные на него я делаю подсъемы и понял что для блогинга все-таки вот эта штука она будет получше но мы возвращаемся к смарту что он может и как он поедает допустим заряд что я заметил при тестировании первое 3d mark он проходит свободно без морозилок но у него стабильность там чуть больше 80 процентов некоторых тестах я вам скажу что это плохо пойти почему-то мультип touch 3d марки а его antutu у меня он показывал пять пальцев вместо десяти это очень странно при том сенсор плохо работал но как я понимаю здесь в играх сенсор включается автоматически в более чувствительном режиме даже когда ты его не активируешь когда ты включаешь чувствительный режим то там вообще беда потому что сколько я не пытался в нем играть в чувствительном прям режиме мне не понравилось слишком все залипает наверно надо привыкать в общем в целом сенсор работает хорошо тесты проваливает потому что слишком он интеллектуальный этот смарт сейчас ветер просто лютейшим образом задувает и вы можете наблюдать как микрофоны будут справляться по большому счету я бы мог включить режим здесь есть специальный для голоса но мне это дело не нравится если говорить о двухсторонней осет двухоконной съемки здесь тоже интересный момент мне не понравилось что при активации двухоконной съемки у вас к сожалению нет возможности двигать кружочки вроде бы это мелочь но привыкаешь к этому по поводу блокировок блокировки нет это не глобальная версия глобальная версия айку это бренд viva вполне возможно будет потому что у 11 айку была глобальная версия 11 куб про была глобальная версия она продавалась в азии может быть европе тоже напишите если кто-то видел если говорить про внешний вид он не особо отличается от айку 9 10 11 11 про огромное спасибо что вы интересуетесь данными аппаратами но из супер интересных линеек у них по мне все-таки это на русская линейка то есть это на у 7 7 с е на 8 8 про все у меня есть в обзорах на канале там есть свои недостатки но в этом смартфоне большинству будет опять же интересен в первую очередь это его основной сенсор сейчас у меня не слишком солнечно то есть свет рассеянный противный и я специально не надел очки потому что большинство наверно при съемках ими пользоваться не будет если очки надеты наверно все намного приятнее но так вы можете оценивать хорошо ли он передает цвет лица морщины и т.д. и т.п. плюс не знаю там отслеживание по глазам потому что очень часто допустим почти все мои очки с легким затемнением и происходит легкая беда так вот что можно сказать еще проект здесь есть русский язык всегда но кроме планшет то есть айкушный под планшет был почему-то недавно был на обзоре без русского языка если говорить о смартфонах все смартфоны что я видел все с google сервисами все с русским языком и вообще все в веке кроме опять же планшетов я был очень удивлен были с этим делом я понятия не имею по какой причине они решили это выпилить по планшете но смарте это есть стандартные здесь есть оповещение у китайского смартфона о том что может не работать 5g но она работает слову если говорить о комплекте 200 ваттная зарядка дает возможность вам зарядить у меня он заряжается до сотки за 16 минут у многих он заряжается за 13 по тестам ну круто за 6 минут он у меня зарядился на 50 процентов и этого более чем достаточно аппарат при тестах грелся максимум до 49 градусов в играх иногда показывал противные 43 но почему-то у меня не потели руки я не знаю почему может быть адаптировался просто к жаре и поэтому руки не потели но в целом потеть они должны были то есть он все равно греется в требовательных игрушках если говорить про твич он у нас сбросил яркость с получается восьми сотен не до пяти с половиной сотен нет фактически получил максимальную яркость пока f5 в стоке так вот экранчик здесь классный но если мы имеем через радикс вот здесь у флагманов одну тысячу триста люксов то в данном смартфоне мы имеем восемь сотен то есть но это флагман но но и цене как не у яблоко ладно половинка если говорить о принципе внешнем виде то есть вы можете обратить внимание в основном обзоре что у нас металлическая рамка которая по большому счету ну не то чтобы не решает но это хорошо потому что ты можешь без чехла носить что там люди когда по фотографии скидывают происходят со смартфонами без чехла как его носят и и тут здесь же кожаная задняя спинка фактически это пластик но друзья никто и не говорит что она будет вечной можно убить что угодно это раз а два либо ты носишь телефон у тебя выглядит как плохо как у меня яблоко он выглядит что он падает царапается и все остальное либо ты за ним следишь носишь его в чехле он выглядит хорошо по поводу цифровой стабилизации всего остального и отслеживание по глазам и всему остальному я считаю что нужно делать вывод всегда самому почему потому что вот сейчас я допустим вам расскажу о как классно он снимает а вы видите что то другое при том я понятия не имею на данный момент что вы видите если говорить о каких-то фишках которых мне не хватает это нет миниджека и нет направленного микрофона хотя вполне возможно он с этим делом и неплохо справляется и без направленного микрофона 10 минут мы вот общались я думаю что информации вам хватит в основном ролике вы узнаете еще больше но базу я вам дал для того чтобы поразмыслить над тем нужен ли был войку этот сенсор зачем они сделали этот смарт я не знаю прямые грани я кайфую то здесь никаких водопадов я кайфу от его сенсора мне достаточно его яркости мне нравится что он быстро заряжается у него классный автофокус но он сливает по яблоку что неудивительно по съемке у него никакая фронталка и в целом не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок спасибо всем кто проголосовал в телеге скидок чтобы я сделал допустиминутный обзор мне кажется что он получился полезным всем обративайся завтра увидите автор